сегодня буду делать пасту альфреда с курицей и еще сделаю салат огурцы лук и сметана вот я вам покажу как мои продукты выглядят изначально и дальше продолжим чуть позже значит начале начала делать салат почистила огурцы порезал их он как тоненько дальше порезала лучок репчатый дальше что я сделал меня вон чайник кипит 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 уже я сейчас выключу чайник и залив лук горячей водой чтобы ушла горечь и частично кстати запах уходит вот это можно делать так со всеми салатами где есть лук если у вас очень горький лук можно вот так вот делать так что вот сейчас я залью горячей водичкой буквально на несколько минуток оставлю потом я воду солью и добавлю лук к огурчиком посолю добавлю сметанку вот салатик готов лук я значит оставил на пару минут в кипятке слила воду добавила лук порезанному к порезаным огурчиком потом даба посолила черный перчик добавила вон черненькие точечки видно это перец черный добавила где-то чайную ложку на это количество яблочного уксуса можно настолько же лимонного сока добавить по вкусу и где-то три столовые ложки сметаны то есть получается два огурца 1 луковица соль перец на вкус чайная ложка кислоты это может быть и яблочный уксус и лимонный кислый лимонный сок и где-то три столовые ложки сметаны вот и все салатик очень нежный такой вкус приятно я его сейчас отправлю в холодильник пока будут заниматься пастой альфредо он немножечко охладиться салат постоял холодильнике немного посмотрите какие пузырьки появились от кислоты то что вот сметана с уксусом реакции вот такие симпатичные пузырьки салат очень вкусно нежный такой вот очень очень приятный салатик рекомендую приехали в магазин купить сыр пармезан и вот они здесь в таких контейнеров и макарошки пармезан вот этот пармезан роману цена за пол кило это вот просто пармезан цена одинаковая обычно беру пармезан роману и сейчас я вот наберу себе сырочек и поедем домой купили значит взяли сыр вон сырочек пармезан роману а то я собрала сделать фетучини альфредо а дома недостаточно сыра поеду домой готовить вон вон Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сыр я купила пармезан, приехали домой. Я приготовила все ингредиенты, чтобы готовить наше блюдо. Это будет феттучини Альфредо с курицей. Феттучини это название вермишели. Вот такая вот вермишель. Она вот такой вот формы, плоская. Она называется феттучини. Вон она, как выглядит в вареном виде. Вот. Значит, будем готовить из полкило. Ну, один фунт. Это практически почти полкило получается. Это 454 грамма. Значит, столько у нас будет вермишельки феттучини. Полтора стакана сыра тертого пармезан. Пармезан Романо я купила. Можно просто пармезан. Зубочек чеснока разрезанный. Соль, перец черный. Значит, сливочное оливковое масло для того, чтобы вот соус делать. Сливки. Сливки у меня 36% по-моему. Это 36% здесь. Вот такие вот сливочки я беру. Органические. Без всяких ГМО, антибиотиков и так далее. Хорошие сливки. Значит, я предпочитаю готовить все в чугунной посуде. Вот у меня такая чугунная сковородка. В ней мы будем готовить. Я добавила чуть больше столовой ложки. Столовую ложку оливкового масла. Я беру вот такое оливковое масло. И две столовые ложки сливочного. Вот. Вот эту курочку я запекала вчера. Это куриные бедра. Частично я уже кожу убрала. И нужно мне убрать кожу вот с оставшихся, сколько здесь, трех кусочков. Вот. И я поставила кипятить воду, нагревать для отварки фетучини. Продолжаем дальше. Вот. Маслица. Я смешала оливковое и сливочное. Вот. Чтобы и сливочное не горело. Его смешивают с растительным. Так как это у нас итальянское блюдо, то взяли оливковое. Так. Немножечко я уменьшу. Жар. Водичка вон кипит. Я воду посолю. Посолю. И еще я добавляю в воду растительное масло. Чтобы гормишель не слипалась. И добавляем гормишель. Простите, одной рукой я делаю. Не очень удобно. А мусорка у меня вот какая. Вот такая вот штучка пластиковая. Я покупала на ebay. Можно ее заказать. И на алиэкспресс, думаю. Так. Дальше нужно хорошо перемешать. Чтобы они не слиплись. Лапшичка наша, чтобы не слиплась. И вот проверять готовность. Значит, вот наша масляца. Добавляем чеснок. Сейчас я не могу его весь высыпать. Секундочку. Добавили чеснок. О, запах уже какой пошел. Аромат. И добавляем уже нашу готовую курочку. Вот у меня сколько курочки получилось. Это бедрышки. Я их запекала вчера при температуре 380 градусов. Обмазывала их ямайскими специями. Это не важно. Можно солью и перцем просто. Немножечко они внутри были замороженные. В этом случае получается мясо более сочное, если запекать замороженное. Час 20 запекала при температуре 380 по фаренгейту. Получилась кожица румяная, вкусная и сочная внутри. Я, значит, отобрала, вернее, как отделила от костей и кожу убрала. И вот столько вот у меня получилось. У меня, значит, где-то полтора килограмма мяса было. Значит, можно делать и с сырым мясом. В этом случае так же, вот как я сделаю, в масло добавляем чесночок и сырое мясо. Можно грудку, можно бедрышки. Вот. И вот так вот жарим до готовности в сковородке. Так как у нас мясо готовое, то нам до готовности не надо жарить, мы просто прогреем хорошо. Наши пипяченьки варятся. Нам надо прогреть. Нам надо хорошо прогреть. Сильно жарить не надо, чтобы сухое не стало мясо. Прогреть сейчас. Чугун, он жар хорошо держит. Я очень люблю чугунные сковородки, чугунную посуду. В них готовить и полезнее тоже. Вот. Дальше. Я вам не сказала, сливки. Я, как и сказала, вот такие сливки я покупаю. И нам нужен будет стакан сливок. Я люблю такие сливки добавлять, добавлять в кофе. Очень вкусно. Помешиваем, помешиваем. Вкуснятина получится. Запах обалденный стоит. от чесночка, от курочки. Дальше. Вот у меня средний такой вот жар. Не электроплитка, не газовая. Должно быть уже нормально. Значит, добавляем сливочки. Добавили сливочки. Помешаем. Сейчас проверим нашу ошибку стучений. Можно ее делать аль денте. Это чуть-чуть вот недоваренная, чтобы она размазненнее была. Вот. Сливочки начинают закипать. Мой, какая ты прелесть, красота. Теперь поперчить можно. У меня перцемолка, поэтому я положу телефон сейчас на минутку. что могла я поперчить. Вот. Я поперчила. Посолила немного. Ну, это на вкус все. Все на вкус. Сильно не солите, потому что сам сыр довольно-таки соленый. Поэтому сильно не солите. И добавляем сырок. Добавляем сырок. Аккуратно перемешиваем. Аккуратно перемешиваем все это. Немножечко у меня на плиту попадает. Все-таки одной рукой не очень удобно готовить. Если вам кажется, что немного густовато, можно добавить немного больше сливок или чуть меньше сыра. Вот. У меня в путь отече чуть-чуть как будто густовато. Я еще немножечко сливок добавлю. Прошу прощения, это у меня мой пес пьет водичку. Вон он. Так. Добавляем сливочек еще. Так. У меня, наверное, вермишелька уже готова. Я сейчас ее солью. И потом опять буду вам показывать, как и что. Тучи не сварились. Аль денте я сварила. И посмотрите на наш соус. Какой шикарный соус. Сливочный. Это же просто чудо. Я уже его попробовала. Очень вкусный. В меру соленый. Как я говорила, можно использовать сырое мясо, как и бедрышки, как и грудку. Прямо в сковороде здесь жарить сырое. Можно заранее запеченное. Это не важно. И так, и так вкусно. Ну и все. Вот у нас сыр расплавился в сливках и в масле. И все. Уже готово. Беремошелька отварилась. Сейчас буду все смешивать. Вот какое у нас фетучине Альфредо получилось. Ароматное, вкусное. Всем приятного аппетита. Будьте счастливы и здоровы. Альфредо. Сегодня 4 января. 18 год. Уже 18 год. Это вот наш трак. Ему где-то год уже. И на лобовом стекле пошла трещина. Вон какая. Она была маленькая. Рано утром муж включил обогрев. И она пошла вон как далеко. Солнца много. Видно, не видно. Ну, в общем, она, сейчас скажу, она вон докуда. Она вон докуда. С самого начала. Я ничего не вижу, что я снимаю. И сегодня из страховой компании должны приехать и поменять лобовое стекло. В Аризоне здесь с этим плохо. То, что на дорогах очень много гравия. И когда машина едет, камушки отлетают. И очень часто в лобовое стекло. И получаются вот такие вот трещины со временем. У нас на той машине, которая у нас до этого была, у нас тоже самое было. И вот с этой так же получилось. Муж дополнительно купил вот такую вот штуку. Я не знаю, как это называется. В общем, она должна вообще по замыслу помогать, чтобы камушки отлетали в сторону, не в лобовое стекло. Что-то не сработало. Ну, вот сейчас ждем парня из страховой компании. И должны приехать сменить. Приехали менять стекло лобовое. Не знаю. Это долгое время идет, сказали. Сейчас пойдем посмотрим, что там у нас с этим лобовым стеклом. Здесь парень меняет стекло. Он не вытаскивает его. Вон оно дало трещины еще. Пока снимает. Снимает. Ладно, не будем мешать. Отойдем. Стекло уже поставлено, но не приделанно. Все, значит, сделали этот лобовое стекло. Очень быстро сделал. Где-то полчасика ушло всего. Но нужно, чтобы пару часов вот этот вот, как он называется, типа не скотч, не знаю, что это, держит стекло. Чтобы это, ну, хорошо закрепилось стекло, пару часов подержать. Еще не ездить на машине. Мне надо в магазин съездить. Но пока не можем из-за этого. Пару часов подождать надо. А так все готово. Все, трещины нет. В новом лобовом стекло мы здесь уже приехали на заправку. Вот эти вот штуки еще не убрали. В принципе, как скотч, чтобы стекло закрепилось. Вот такое вот замечательное стекло теперь лобовое без трещинок. Субтитры сделал DimaTorzok